И у нас в гостях Калибр. Как мы и обещали вам, мы сегодня пообщаемся и поиграем. Это Айбер Жильцов, Кирилл Стадник. Ребята привезли к нам Калибр, но мы же обещали кое-что разыграть. Будет на VG Watch сейчас начался очередной квест. Выполнив его, вы получаете шанс выиграть один из ключей на следующий тест Калибра. Вы сможете попробовать его раньше, чем множество других игроков. Участвуйте и смотрите. Плюс не забывайте о нашей совместной акции с Яндексом, где покупая голду, вы сможете получать кэшбэк и дополнительно еще выигрывать призы, вплоть до абсолютно неистого количества золота. Хорошо. Альберт, рассказывай, что привез? Самое главное, что я привез, я привез поиграть. Отлично. Это уже хорошо. Я привозил поговорить, я привозил поснимать. Все тоже было здорово. Самое главное, что мы привезли поиграть. То есть в этот раз здесь, в зоне, в игровой различные компьютеры, где ребята играют в Калибр. Надо, наверное, еще раз сказать, ребята, у нас есть целая игровая зона с Калибром. В этот раз в Калибр можно вообще было прийти и поиграть. Да, соответственно, у нас прошла целая куча альф за этот год. Вообще очень многое-многое изменилось. Для примера, скажу так, в начале года в игре были лутбоксы. И нам эта идея оказалась просто очень отличной. Мы такие прям классно. И что сказали нам игроки? Нет, сказали нам игроки. Нет, ребята, это вот не надо. Нет, не в этот раз. Это все надо убрать. Что мы сделали? Мы все убрали. То есть, соответственно, весь этот год мы проводили альфы. 6 альфы мы провели. 49 включений, супертестов. В общем, огромное количество работы. Но самое главное, результат этой работы, это то, что в это можно поиграть. И оно собирает положительные отзывы игроков. Что хочет разработчик, что больше не хочет. Соответственно, давайте я расскажу со своего монитора, что мы привезли. Ребят, покажите нам монитор Альберта. Там должно быть все красиво. Совершенно точно. О, да, есть. Значит, в чем история заключается? То, что та версия, которую мы привезли на фест, это та же версия, которая очень похожа на альфу. Альберт, у тебя немного умер микрофон. Оп, прошу прощения. Вот, это та же версия, которую мы показывали на альфе в целом. Здесь ограниченное количество оперативников, ограниченное количество режимов боев. Давайте по порядку. Самое главное, что такое игра Калибр? Калибр — это игра про оперативников. Соответственно, про разные коллекции. Каждая из коллекций содержит бойцов четырех ролей, да, как мы и рассказывали. Как видите, не все еще пока готовы, да, мы над многими работаем. Это совершенно разные, каждый из них обладает уникальной спецспособностью. В действительности, каждого здесь уже можно посмотреть. Контент мы старались сделать максимально хорошо, так как мы умеем, как умеет Wargaming в танках. Как мы это делали в U-Dash, Турмовик, там с максимальным вниманием. Понятно, что каждая из выбранных спецспособностей позволяет как-то реализовать возможности своего оперативника, безусловно. Спецспособности, давай вот сейчас поговорим о них. Они у каждого своя или у класса какая-то своя? Конечно. Вот здесь я могу показать, например, потом можно будет кто-нибудь, кто на YouTube будет смотреть, запаузить, почитать. Каждая спецспособность уникальна. Она и рождает командный геймплей. То есть задача команды держаться вместе, играть вместе, соло в калибр практически невозможно выиграть. И одна из главных особенностей — это правильно комбинировать спецспособности игроков. То есть не только хорошо стрелять, что тоже важно, и перемещаться, но еще и комбинировать спецспособности. Соответственно, я, для примера, выбрал поляка. Значит, из чего состоит он? Как я сказал, это спецспособность, безусловно. Второй элемент, безусловно, это прокачка. То, на что заменились лутбоксы. Здесь у меня оперативник полностью прокачан. Каждый из этих элементов прокачки что-то дает игроку. Он открывает, это 15 шагов. Значит, здесь он прокачан. Соответственно, игроки в игре играют, получают опыт, получают кредиты, тратят их на прокачку, чтобы появлялись прицелы и всякие остальные плюшки и штучки. Естественно, что каждый оперативник обладает определенным объемом кастомизации. Ну, здесь я могу показать вам, покрасить его, для того, чтобы было понятно, как там плюс-минус это выглядит. Еще раз говорю, все старались сделать максимально похожим на реальный спецназ, то есть по всем тем рефрам, которые мы нашли. То есть в реальности такая раскраска тоже может быть? Да, каждый из этих цветов обладает конкретным названием. У кого вы узнавали подобные вещи? Слушай, ну, в данный момент в мире уже есть интернет, поэтому тут не обязательно уже общаться. Если мы говорим про Вторую мировую войну, там несколько сложнее, там какая-то информация потеряна. Про современный спецназ, ну, кроме кучи секретностей, которые есть вокруг этого всего, данных, в принципе, достаточно. Было бы желание все это собрать. Плюс спецназ все-таки это необычные войска, да? Это не только устав. У них очень много свободы в экипировке, в возможностях, которые они используют. В общем, это отдельная тема, как-нибудь в дневниках расскажем. Соответственно, не буду очень много всего говорить. Я предлагаю пойти поиграть. Давай разберем вообще. Вот оперативники, да? Вот мы немного затронули, что разные классы. У каждого из оперативников своя какая-то способность. И я так понял, что даже в рамках одного класса все оперативники разные. Абсолютно. Но это не значит, если я правильно всегда понимал тебя, Альберт, что есть более имбовый, грубо говоря, медик, и есть менее имбовый медик. Все они более-менее равны. Имбовость зависит исключительно от того, как хорошо игрок понял свою роль, как он хорошо понял своего оперативника, как хорошо он применяет способность, и как эта способность помогает всей остальной команде победить. Потому что если мы, например, разберем для простоты медиков, то есть медики, которые очень хорошо лечат, не очень хорошо калечат. Есть медики, которые очень хорошо калечат, но при этом, естественно, не очень хорошо лечат. Есть медики, которые лечат мало, но быстро. Есть медики, которые лечат медленно, но много. Вот четыре разных абсолютно архетипа, и они по-разному играются. Есть медик, который сам бегает со командниками, чтобы ему помочь как-то повзаимодействовать. Есть медик, который устанавливает то, что называется полевой госпиталь, условно говоря, ставит ящик. В районе этого ящика все получают хил. И в этом случае команда должна играть от медика, она к нему возвращается для того, чтобы получить восстановление ХП. То есть вариантов и комбинаций их много, и только, наверное, игроки найдут их все. Мы собрались в это время в патьку. Да, у нас есть патька, я, пожалуй, ее могу запустить. Мы сейчас начнем играть в калибр. О, это не я. Я поддержка, если что. Так, да, хорошо. Ты надежная поддержка. Кирилл медик, правильно? От Кирилла очень много зависит. На самом деле, да. От медика очень сильно все зависит. Да, калибр мы ни разу не показывали, кстати. На стриме первый раз. Давайте постараемся максимально качать. Не обозориться. Сыграть, да. Давайте постараемся. Не обозориться. Аккуратненько играем. Вспомним, что калибр это прям совсем командная игра. Да, на самом деле то, что меня все время поразило, но я когда в первые разы пробовал у него прям на альфе как-то играть, это то, что он совершенно не похож на то, как работают другие шутеры. Из того, что я заметил. Там обычно противобаток это вышел, всем настрел в лице, идешь дальше, не волнуешься. Не, именно поэтому мы калибр стараемся шутером даже не называть, чтобы не путать игроков, потому что калибр, он немножко про другое. Он в основном про именно команду, про способность правильно понимать, где противник, правильно взаимодействовать. Вот даже стримить, в общем, нелегко, потому что требуется внимание. Кроме разговора еще нужно попадать в противника. Их много, и они весьма опасны. Вот у нас лежит уже один. Да, и на самом деле так засунулся Альберта, что случайно пальнул из подствольника себе же в лицо. Вот как работает. Мне реально... Дым от поддержки, и медик в дыму работает, соответственно, в дыму противник не видит. Я все время до этого не додумался. Неплохо. Ну вот это один из методов. Дым работает и против снайперов, дым работает и против ракейчиков и других типов ботов. Ну и, соответственно, дым в основном работает, конечно, когда ты помогаешь сокоматникам поднимать своих. Вот мы прошли одну контрольную точку, вторая контрольная точка. Мы старались сделать игру для ребят, которые не очень, может быть, много до этого в шутеры играли. Поэтому мы старались ее сделать максимально понятной. Она требует, безусловно, и реакции, и точности. Но только реакции и только точность не помогают побеждать. Перезаряжают. Ну вот, кстати, что я замечаю, да, у меня был доступ в предыдущие какие-то тестирования. Все-таки слежу за проектом. Вот то, что замечаю я, это то, что меняется стрельбар. Ты можешь рассказать вообще, как, казалось бы, банальный элемент, привычный, может каждый раз чувствоваться по-разному? Воу-воу-воу-воу, сейчас, вот, чуть я не закончил свою жизнь. Закрыл тебя. А я тоже хочу чуть-чуть не закончить. Стрельба, ну, во-первых, уже несколько итераций стрельбы прошло. То есть то, что мы сейчас играем, это далеко не первая итерация. Первая итерация была существенно более... Сейчас дым-дам, осторожно, ракета. Нормально. Там я гранатометом забрасываю. Да, ну вот здесь я просто прострел закрыл, потому что коридор насквозь. Я забираю расходники на всякий случай. Я пойду через низ. Возвращаюсь к стрельбе. Сначала мы ее сделали существенно более хардкорной. Ну, то есть попытались максимально там реалистично смоделировать все элементы стрельбы. Выяснилось, что это не так удобно от третьего лица. Потому что чуть-чуть другое восприятие. Более того, ну, как сказать, как оказалось, сами игроки просили нас сделать ее чуть более предсказуемой. Так как, естественно, что во время реальной стрельбы вы существенно лучше чувствуете оружие. Да, как его работает отдача. В виртуале это все чувствуется меньше. Только тем, как работает прицел. Ну, то есть как он, как его трясет вправо-влево. И все это было очень неочевидно. Поэтому целую кучу итераций мы потратили именно на то. Так я хорошо сверху сейчас убираю. Я тоже. Еще один сверху. Снайпер справа. Вижу. А он меня тоже видит. Убрал. Поддержка по центу. Есть. Отлично. Вот мы прошли две контрольные точки. В общем, сейчас в данный момент стрельбу мы постарались сделать так, чтобы она максимально передавала характер оружия. Да, вот я с пулеметом бегаю. Пулемет позволяет мне достаточно точно стрелять, ну, практически одиночными. Вот. Но при этом на зажим он реагирует, конечно, вот таким вот подбросом. Ого. То есть это не так просто, да, как казалось бы. То есть это передает характер работы с пулеметом. Но при этом позволяет эффективно играть. Потому что, ну, калибр прежде всего это игра. От которой мы хотели бы, чтобы игроки получали удовольствие. Всех возрастов и с любым опытом. Готовы ли мы, друзья мои? У нас осталось с вами 10 минут на эту миссию. После того, как я нажму ноутбук, появится третья контрольная точка. Мы не знаем, где она появится. Внутри миссии заложена определенная вариативность. Эта точка может появиться вот здесь. Эта точка может появиться вот там. Да, дальше. И справа от нас. Доделал игру, но не знаешь, что будет. Ну да. Готовы? Потому что у нас будет с вами около минуты на то, чтобы деактивировать бомбу. Давай, давай. Поехали. Мне кажется, что руку лучше спуститься было. Зачем? Я как раз сейчас пойду на точку. Если у кого-то есть подствольник или гранаты, у меня дымовухи. Вот здесь можно сломать стену. Я вверху, к сожалению. Понял. Работаем снизу. Кануне цель. Просто у меня здесь только разрушаемое укрытие. А вот Кирюха кинул. Что-то кинул. Мне кажется, будет бум. А-а-а, нет. А-а, РПГ. Есть и пулеметчик. У меня здесь так. Осторожно, внизу. Нормально. Я на самом деле сейчас лягу прямо на точке, чтобы вы видели, что происходит. Так, у меня ушел один наверх. Я вроде и в голову стреляю, но все. Так, я подниму. Штурмовика подниму. Если что, я здесь забрал четверых, все нормально. Есть, поднял. РПГ лежит. Слева. Есть. Разминируем. Давай, хорошо, давай ты. Ну, вот это в нормале. В нормале дается почти полторы минуты. В хардовом режиме этой же миссии у команды меньше минут. Но, по-моему, мы справились один раз, да? Ну, пока да. Теперь нас ждет последняя, третья контрольная точка. Оу-оу-оу-оу. Я откуда-то отхватываю. Сзади, 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 сзади. Сзади, сзади, сзади. Отлично. Все, хорошо. Вот чуть медика не потеряли. Ну, как раз таки, я уже много слышал о смертях медиков. Это фатально. Да, это фатально, потому что без медика команда уже не может. Я бы так и сказал, у каждого же есть по одному шприцу, который... Да, медика можно поднять, просто все равно за медиком надо следить. Потому что если упустить этот момент, то в какой-то... В общем, любая команда сыпется очень быстро. То есть кажется, что все вроде хорошо и под контролем. Я куда-то зря полетел, по-моему. Так, сверху, снизу один. Забрал. Пайпер, возьми дальнюю. Минус. Этого я заберу. Блин, Сальберт, с тобой прям приятнее играть. Со мной понятнее, да. Ну вот именно поэтому мы и хотим сделать следующий этап. Ну, собственно, работу над бетой. Почему она так важна? Потому что меня рядом не будет с игроками. Они придут играть одни. А кто будет приветствовать тех, кто впервые запустил клиента? Не, приветствуйте это, пожалуйста. Но нужно проделать большую работу там и с интерфейсом, и с тем, как игрок обучается играть. Потому что без этого просто невозможно говорить о какой-то следующей версии. То есть несмотря на то, что у нас есть геймплей и он нравится игрокам, нам нужно сделать так, чтобы те игроки новенькие, которые придут, как можно скорее стали эффективными. Слушай, ну тут все-таки еще и вопрос сбалансированности. Потому что слишком простую игру делать смысл тоже, я-то надоест слишком быстро. Согласен. Игра должна сопротивляться. Я считаю, что... Если ты пришел с первого раза, выигрываешь 100% игр, наверное, с игрой тоже что-то. Я согласен. Ну вот я отношусь... Это неинтересно. Я отношусь к тому типу девелоперов, которые считают, что игры не должны играть сами в себя. Все-таки у игрока обязательно должно быть ощущение от победы. Мне очень нужен хил. Да, вижу. Надо подождать. Так, отходим. С левой стороны будет волна. С левой стороны будет волна. Вот где маркер. Занимаем новые позиции. Семейк, аккуратненько сыграй, аккуратненько сыграй. Да, я знаю. Я вот так возле снайпера встану. Могу дым дать. Я лучше дам гранату. Оп, забрал. Отлично. Отлично. Так, осторожно. У меня есть вредная привычка. Я иногда гранату убиваю сам себя. Поэтому не подходите ко мне слишком быстро. Да, вот хардкорный режим отличается от типового тем, что в хардкорном режиме союзники наносят вам урон. Сейчас мы играем в нормал. В нормале можно насажать своему спину и ничего не будет. Но в хардкоре все резко меняется. Если выходить из-за препятствий и мешать перекрывать обзор своему, то вполне себе можно получить спину. Перезарядка. Спускаются. Поднимаю на себя. Раз. Добро. Добро, добро. Два. Отлично. Держимся. Оп, сверху, сверху кто-то. Ой, ой, штурмовик вижу. Ползи ко мне. Ко мне, ко мне. Я подниму. Не штурмовик, не штурмовик. Все нормально. Я подниму, Олерг. Прикрывай. Отлично. Граната, граната. Оп, есть. Меня чуть-чуть задело. Ну, в смысле, я еще... Давай я подниму. Так, давай я в обилке выйду. Давай. Расскажи про свою обилку, что значит... Ну, вот, в частности, у меня она самая простая. Так, ФСБ-34 в обилке позволяет мне иметь кратковременно чуть больше хитпоинтов, чем обычно. То есть я такой собрался, вот сейчас действие обилки прошло. Но при этом я становлюсь более медленным и не могу приходить к прицельным режимам. Это расплата за использование обилки. Но иногда, когда нужно порешать в последний момент, это работает. Держитесь, я пошел за помощью. Все, это почти конец. Союзники близко. Надеюсь, что это... Так, 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 прикройте, прикройте. Давайте справа. Время пошло, 30 секунд. Держитесь. У меня на самом деле почти не осталось патронов. Все, 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 помощь близко, помощь близко. Бросаем его? Просто держитесь. Да, давай пожертвуем. Снайпер. Спасибо, спасибо. Снайпер, ты важный член нашей команды, но нам осталось 14 секунд. Я тут полежу, посмотрю. Ты был хорошим союзником, нам было приятно, чтобы поиграть. Ты был лучшим, лучший снайпер. Но нам очень нужно победить. Я услышал сарказм. Нет, 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 что ты, все, все, все с любовью. Медик, можно хилнуть? Поздравляю. Ну вот, Нормал смогли пройти даже на стриме, чему я очень рад. Говорит о доступности. Медик, подними. Это говорит о том, что мы все... Да. Недоработочка, Альберт. Да, да, да. Все в работе, Ануш, альфа. Да, альфа должна быть альфой. Хорошо. Победа всегда обозначается какой-то катсценой. Но вот в данном случае мы ждали, когда прибудет подкрепление, которое проломало стену, соответственно, уже скидал ботов. Издавило тебя. В разных местах это бывают вертолеты, еще что-то. То есть, каждая финальная катсцена разная. Я вот сейчас с радостью наблюдаюсь. Можно мой экран показать? Получаю разные ачивочки. Покажите экран Альберта, пожалуйста. Да, вот я получаю разные ачивочки за то, как я поиграл. Соответственно, каждое эффективное действие в бою, которое я совершал персонально для меня, ну, для тех, кто в танки играл, это знакомо. Каждое действие приносит мне опыт. Победа принесла мне кредиты, соответственно. Ну, понятно, что есть статистика. Мы можем посмотреть, кто как, чего настрелял, кто какие награды, соответственно, получал. Ну, и в зависимости от этого уже работает. Очень много черепов в наградах. Знаешь, культура вообще, ну, как бы традиции спецвойск, они почему-то очень плотно пересекаются с молниями, орлами, там, черепами. Но такова традиция. Мы стараемся традицию перенести как бы поаккуратней. Поэтому используем ту же символику, которая создает, ну, как антураж, да, какой-то определенный спецназа. Стараемся быть и здесь максимально точными. Ну, надеюсь, получили представление, да, что такое нормальное ПВЕ. Потому что хардкорное ПВЕ, оно, конечно, сложнее. Соответственно, мы переходим к следующему этапу разработки, который, надеюсь, закончится переходом калибра в стадию бета. И мы можем пригласить больше игроков. Но, как я уже рассказывал, именно поэтому мы проводили альфы. Потому что с самого начала мы договорились с нашими партнерами из Wargaming о том, что мы хотим не просто воплотить какие-то наши фантазии и какие-то идеи, а мы хотим услышать игроков. Соответственно, как можно услышать игроков? Ну, если к нам пришло поиграть 30 тысяч человек, мы, конечно, физически невозможно спросить 30 тысяч раз. Да, и потом мы получим 30 тысяч разных мнений. Поэтому мы решили, что мы доверяем цифры, как игроки играли, сколько боев они сыграли, когда они прекратили играть, почему они прекратили играть. То есть вот эти объективные данные мы собираем, их очень много. И каждый раз после того, как мы эти данные получили, нам эти данные нужно обработать, нам нужно их интегрировать в игру, вернуть. В году 12 месяцев мы провели 6 альф. Это означает, альфа была каждые 2 месяца. То есть каждые 2 месяца нужно что-то добавить в игру, собрать билд, отладить его, чтобы он хорошо работал, пригласить игроков. Альберт, я сейчас читаю чат. Люди просто умоляются играть еще разок. Просто буквально. Ну, тут, к сожалению, одна карта, потому что мы... Почему не подготовились, Альберт? Давайте просто возьмем другие классы. Давайте просто возьмем другие классы. И все, покажем другие способности, другие билдки. Все-таки есть что показать. Есть, безусловно. Для меня как бы большой вопрос, что просто не думали, что быстрее получится. Так, ладно. Либо думали, что со второй попыточки, да, где-нибудь. Вот у нас есть ПВЕ, есть, естественно, ПВП, еще что-нибудь планируется, какие-то режимы. Да, безусловно. Ну, соответственно, мне бы не очень хотелось прямо тут на стриме все выдавать, потому что, мало ли, что-то поменяется. Но, как я сказал, существует так называемый хардкорный режим ПВЕ. Это миссии, очень похожие на эти, но совершенно с другими правилами. Туда совершенно невозможно ходить без уже сыгранной команды. То есть там и меньше времени на все действия, и очень больнее боты, конечно, на себя ведут. Насколько? Они уже очень приближены к тому, как играют игроки в ПВЕ. То есть скорость реакции, время сведения, время поворота корпуса, время приведения оружия в боевое положение. Мы знаем, как играют ПВПшные игроки. То есть мы знаем, что где-то примерно секунда уходит у игрока в ПВП на то, чтобы подготовиться к стрельбе и начать стрельбу. Значит, соответственно, вот, например, в нормальном ПВЕ, в котором мы сейчас играли, боты тратят на все это примерно 2,5 секунды, в хардкорном — 1,5. То есть если вы, ок, успеваете реагировать в хардкорном ПВЕ, значит, в ПВП вы уже вполне себе качественный игрок можете смело пробовать. Потому что я вам скажу, люди тысячи почаще ботов ошибаются. Кто-то рейдж по центру. Давайте еще одну. Вот, кстати, я вот вижу на поляке, на штурмовите противогаз. А насколько это вообще полезно в игре, не полезно? То есть сможет ли это, зароляет ли это каким-либо образом? Вот прямо мы показываем вам противогаз. Рассказываю. Польская коллекция, да, она... Значит, как мы делаем коллекции, как мы выбираем для них обелки? Мы стараемся посмотреть какую-то историю подразделения, те спецоперации, в которых оно принимало участие, выделить что-нибудь такое необычное. Вот мы знаем о том, что применение разных средств, газовых гранат и остальных типов таких боеприпасов, оно при работе там в каких-то ситуациях с заложниками еще где-то применяется часто. Поэтому поляков мы сделали в этом месте специально уникальными. Что позволяет делать противогаз, безусловно, польскому штурмовику? Это как минимум не получать дамаг от газа, которым он пользуется. Потому что одна из... А есть газовые дамаг? Конечно. Это спецсредства, не способность, а спецсредства поляка. Это газовые гранаты. Вот как я стрелил из подствольника, то же самое у него такие же гранаты. Соответственно, газ наносит повреждения всем, кто находится в определенной области. И это в основном, конечно, ПВП-обилка. Потому что после того, как ты... Фактически газ просто запрещает кемперить. Если ты знаешь, что вражеский снайпер или вражеская поддержка заняла какую-то конкретную позицию в каком-то месте, карты, и ты хочешь оттуда их в прямом смысле слова выкурить. Потому что выкуривают кого? Комаров и тараканов, условно говоря. И снайперов. И снайперов, конечно. Поэтому забросили туда газок, и он вынужден покинуть эту территорию, потому что он постоянно получает в ней дамаг. Если там не сидит такой же поляк. Хорошо. Потому что если там сидит такой же поляк, значит, конечно, никакого дамага он от этого не получает. Ну что, я предлагаю... Еще разок. Как махаемся ролями? Я оставлю штурмовика... Да, вот сейчас важная надпись есть в правом нижнем углу. Мы выбрали двух штурмовиков, и игра нас предупреждает о том, что классы повторяться не должны. Это базовое правило калибра. Каждый раз вся группа бойцов должна содержать весь набор класса. Кстати, я вижу, как прям в реал тайме, если кто-то... Если с пати работаем, то это работает надо. Я могу вертеть с вами. Да. Смотри, какую фичу классную нашли, значит, тестеры. Что они делают? Они делают вот так. Разворачивают. Это называется крутой разворот. Они разворачивают всех бойцов спиной. Мы даже не знали, что это есть. Мы просто UI делали. А потом нажимают вот эту кнопку. Это альфа, в целом. Это называется крутой разворот. Папский разворот. Мы не знали, мы просто UI делали. Такую особенность не знали, но так круто получилось. Ну что, поехали. Попробуем. К сожалению, уважаемые зрители, миссия будет та же. Просто потому, что мы не думали, что удастся играть два раза. Ты не верил в то, что мы пройдем с первого раза. Признайся. Ты тоже не верил. И я не верил. Никто не верил. Я не могу прямо на стриме говорить, что я не доверял стримерам, но... Да все нормально было. Но тем не менее, когда я попросил номер твоей карты и CVV-код, ты мне его не дал. А мне не дал. Я что-то подозревал. Так, давайте я пойду слева с вами. Я, кстати, не пробовал играть с этим снайпером. Он более скорострельный, но менее домашний. Да, он почти штурмовик. Ты какого взял? 2004-й? У меня тяжело отвечать на этот вопрос. Нет, это поляк. Он взял... Да, я поляк. Да, поляк более скорострельный. Но вот 2004-й снайпер, он, например, играет не совсем как снайпер. Он играет от первой линии. Это с ВСС-ом, который? Да. Да, у ВСС очень высокая скорострельность. Так, продвигаемся. Давай тебя первый. Но я, насколько помню, там с баллистикой было тяжело на дальних расстояниях. Она, да. Соответственно, она другая. Она сама пуля, как бы, и метод стрельбы. Он больше про то, как поражать противника на средних, в основном, дистанциях. На ближних тоже не очень. На ближних, в основном, медики работают. И отдельные типа штурмовиков. Но я пока не могу все коллекции палить, потому что впереди там и немцы сейчас в работе. Так, хорошо, Альберто, что делает у моего поиска? У снайпера обилка. А это кровотечение. Сейчас я газ туда заброшу. Вот я кинул газовую гранату. И, соответственно, все, сижу, получаю просто очки. А их там домогает. А у меня что делает? У снайпера. У тебя засвет. Если ты... А, нет, ты поляк. Я поляк. По-моему, на тебе кровотечение. Что про шампань? Тут еще же, понимаете, билды-то один от другого отличаются. Я могу вам одно рассказывать. Так, вверх, осторожно. Нет, я на самом деле посмотрел. Действительно, у польского снайпера кровотечение в этом билде. То есть, тогда ты включаешь эту обилку и стреляешь по человеку. И ему еще какое-то время наносится урон после АС. Это жуть в ПВП. Просто жуть. Да, я догадываюсь, что это просто... То есть, если ты как бы вышел на польского вот такого снайпера, получил кровотечение, первое, что ты должен сделать, это найти медика. Потому что без медика дальше ты играть не сможешь. Первое, что ты начинаешь делать, это молиться. Ну, примерно. Хорошо, я жду вас внизу, если что. Давай. Там парень с РПГ аккуратнее. РПГ уберите, РПГ уберите прям жестко или задымите. Потому что одна из ошибок, которую часто совершают новички в калибре, они собираются за одним укрытием втроем, вдвоем. Это означает одна граната и два трупа. Поэтому играть вместе не значит играть задним углом. Я один раз играл на одном из оперативников, у которого тоже есть РПГ, и встретил так однажды выбегающих. Оп-оп-оп, сверху, снайпер, контроль. Вас понял. Сейчас, включаю билку, танкую, парня. Давай-давай-давай, сейчас я его еще... Я подавляю, нет, не упускаю его. Есть. Я вот сейчас заберу оттуда. Все, готово. Слева, слева. Супер. Слева, да, боец, вижу сейчас. Есть, работаю. Все, забрал. 110. К вам поднимается еще один человек. Вот М-ка, очень, конечно, хороша для хэдшотов. Прям вот польский штурм, это просто автор хэдшотов. Оп-оп, осторожно. А у меня, кстати, не получалось вообще за польских штурмовиков. Да, мне вот настолько комфортно из М-ки стрелять. Калаш тоже хорош, но... Мне очень тяжело контролировать разброс снайпы, и надо тренироваться, насколько я понимаю. Так, вот такая пауза, да, всегда возникает. Можно взять вот эти ящики расставленные, из них можно брать боеприпасы. В нормале, опять же, боеприпасы мы даем по пути просто так. Два боеприпаса дается, который восполняет все патроны. Если вы перезаряжаете рожок, который частично был потрачен, то вот вы можете посмотреть в правый, вот где у меня изображено оружие, ну или у любого, да, кого на экране видите, то недостреленный рожок отправляется в карман с тем количеством патронов, которые были на момент перезарядки. Это, на самом деле, очень классная механика. Когда впервые это увидел, я просто офигел. Типа, насколько это... Оп-оп, осторожно сзади! Вот момент, когда та же миссия, а прокнула третья точка вообще другая. Ну, то есть, совершенно неожиданно. И здесь будет очень такой бой на близком расстоянии. Боль на близком расстоянии. Всех позабирал. Осторожно, потому что там шотганы. Всех позабираю сейчас. Осторожно. Какие-то имбовые ребята. Это штурмы! Нет, я не убеду. Я чувствую себя бесполезным в этой игре. Да хорош, ты отстань от меня! Иду к тебе, иду к тебе, спасаю. Ну, я убежал за каппу, но он меня почти забрал. Спасибо. Все хорошо. Много болтал. Мы не успеваем. 55 секунд осталось. Не успеваем что? Не успеваем бомбу безредить вообще-то. Вот так лежат. На секундочку. Так, внимание наверх. Наверх смотрим. Наверх. Я разминирую. Я знал, что такое можно ожидать. Такой подарок. Подумай, подумай, подумай. Все. Давай. Разбираю. Нормально работаем, работаем. Это очень обидно, когда видишь, что тебя убил обычный бот. Потому что есть необычный. К бета-версии появятся офицеры у искусственного интеллекта. Они будут координировать действия и бойцов, и бафать их. И появятся... Ну, бафать имеется в виду, улучшать их характеристики. А если мы убьем их, они начнут и воевать хуже, то есть офицер мертв? Да, да. Боты вернутся к своему нормальному состоянию. Совершенно верно. Также появятся вражеские медики. Которые будут лечить. Да, да, да. Вот это сейчас все в работе. Как раз то, что мы собираемся к бете сделать. Вперед, господа. 9 минут 50 секунд. Это более чем достаточно, но это будет потненько. Смотри, мы очень много говорили про ПВЕ. А можешь немного рассказать о ваших хотя бы планах на ПВП? И как она игралась на Альфе? То есть, в принципе, как люди ПВП катали? Что им было интереснее? Что им было веселее? Мы сделали в данный момент самый стандартный режим, при котором, ну, понятное дело, так, готовимся сейчас, секунду. Перейдем, потому что справа, ну, от меня справа, в смысле, по центру будет атака. Мне бы по-хорошему еще немножко здоровья не помешало. Медик. Физкультура по утрам должна себе помочь. Все, спасибо. Эх, ты неплох. Так, давайте я туда сразу дам газ. Я могу дать даче дымовуху. Я могу просто стрелять. Газ ушел. О, кстати, у меня есть что-то на 3. Выходит. Выходит, выходит, выходит. Вот, соответственно, ПВП режим был такой самый-самый стандартный, классический, потому что, прежде всего, мы как раз хотели проверить баланс. Как это будет играться, потому что, ну, к сожалению, в России до нас мало делали таких игр, если вообще делали. Сверху-слево, сверху-слево, ребят. Оп-оп, осторожно. Я просто боюсь сказать, что никогда не делали, потому что вдруг выплывет что-то, о чем ты там не знал, да? Да, потом мне в комментариях скажут. А Сталкер? Эльберт, Сталкер в Украине был сделан, секундочку. А, игра, которую никто не слышал с 2005 года, как же она? Оп-оп-оп, осторожно. Ну, я сейчас тут присел, и все, у меня слишком мало здоровья, чтобы вылазить. Оп-оп-оп, поддержка! Так, так, я не поддержка, я могу поднять медика. Как он справа пришел? Вообще, справа не стал. Как это сейчас произошло? Впратно, там РПГ. Я знаю. Поддержка, назад, назад, назад. Ходи. Не могу. Ты можешь. Я прикрою, давай, 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 давай. И граната! Ого! Вот сейчас было мощно. У меня нет шприца. У меня есть, я уже поднимаю. У кого нет шприца, поднимайте. Уже поднимаю. Супер. Собственно, да, это очень классная механика, то, что у медика много шприцов, и он может поднимать множество раз. В то время как у всех остальных только по одному, собственно, для медика. Совершенно верно. Вы должны сохранять жизнь своему медику, а медик должен сохранять вас. Так, осторожно. Есть, идут, идут, идут. Минус. Стою под обилкой. Минус. Забрал. Отлично. Вот это было красиво. Так, 7 минуты, 4 секунды. Так, слева опять, слева опять. Обилка заканчивается. Могу сейчас отъехать. Второй этаж, почистить. Закрывай его. Так, второй здесь, не герой, закрыт. РПГ. Так. Все, вызываю подкрепление. А можете меня не бросать? В этот раз? Да. Чуть-чуть назад отступи. Уже. Не, ну в прошлый раз мы бросили Артема, но... Спасибо. Теперь меня там уже нет. Слушай, ну это стрим. Мы должны были показать все варианты игрового процесса. Так, давайте забросают все дымовуками, чтобы нарги зашли в принципе. Ой, 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 ой. Все, вот так. Лучше, если вы вот кучей здесь стоять не будете. Чуть-чуть направо-налево разойдете. Хорошо. Сейчас одна граната, все, заходят. Осторожно. Мне нужен хил. Перезарядка. Все, спасибо. Давай я тебя выйду вперед. Справа выходит один, и штурм здесь, есть минус. Готов. Отлично. Ну, нормал получается, хорошо. Спасибо. На самом деле... Я-то думал бы вообще как бы, ну, бестолковый стример-то бой. Спасибо. Да ладно. Я в прошлом игре накелял и надамагал больше, чем все в команде. Не надо мне тут про это рассказывать. А ты стату-любитель, да? Да, я люблю стату. Слушай, на сегодня день развенчивания мифов. Ну, вот смотри, вот правда заключается в том, что стримеры, оказывается, умеют играть. Пау! Так, ну-ка, статистика. И все еще топ-опыт. Все еще топ-дома. Ну, вот ты забрал медальку, медалька сразу... О, я красивую медальку получил, называется «На волоске». Уже, наверное, так не покажешь, пропустить. Да, это означает, что ты совершил убийство, когда у тебя оставалось минимальное количество... Да, то есть у тебя совсем мало КП. Я снайпер. Ее фармят, эту ачивочку иногда фармить, ее очень тяжело фармить, потому что там одна ошибка, одна пуля, и ты склад. Но выглядит красиво, несмотря на всякие страшные... Я вот не уверен, что я хоть какую-то медальку забрал. Нет, ни одной. Вот. Но их тут много, они разные, они посвящены совершенно... А, я показываю, да, моего экрана нет. Да, ну слушай, она, вот эта медаль на волоске, она как-то даже визуально отличается от всех остальных, она выглядит 3D-шной. Потому что она твоя. Она моя? Да, она просто твоя. Понимаешь, любая медаль, которая не чужая, а твоя, она сильно отличается в лучшую сторону от других, я проверял. То есть, ну, допустим, у меня вот двумя меньше, 7 штук. То есть, это получается... Ты должен накопить определенное количество. Вот эти ложки, да, нашивки, это так называемые эффективные действия. То есть, несмотря на то, что опыт вся команда получит одинаковый, ну, то есть, вне зависимости от того, как много ты убил. Потому что медик убивает, например, меньше врагов, безусловно, но много хилит. Его основная задача хил, поэтому он получает больше всего опыта за эффективные действия лечения. Вот эти эффективные действия собираются в такую, ну, пачку назовем, и уже за пачку вы получаете медаль. А медаль с собой несет дополнительные плюшки в виде опыта, и вот так все это закольцовано. Соответственно, в PvP, в PvE медаль... Я могу бесконечно. Да, Альберт, смотри, Альберт. Мы дневников наснимали кучу, я могу еще бесконечно про калибру рассказать. Как в 2006 в прошлом году, что это симулятор дневников, но вот мы уже показываем, что это настоящая игра, и она очень классная и веселая. Потому что я лично прям... Обычно у нас Артем любит рассказать, как он любит все игры в ВГ. Так что теперь моя очередь изноваться в любви игр в ВГ, потому что мне прям калибр зашел. Это прям хорошо. Спасибо, ребят. Я знаю, что очень много под каждым видео, которое мы выкладываем, напишут, когда устали ждать вот это все. Все дела. Ребят, это долгое. Не потому, что мы мало работаем. Не потому, что мы не хотим сделать для вас скорее игру. Просто мы хотим ее сделать хорошо. Хорошо. А для этого нужно не просто дать поиграть кому-то, а нужно еще послушать, что он сказал, и интегрировать вот это в игру. Ну вот, кстати, когда игра будет готова, какие коллекции ждут на старте? Как это все дело будет прокачиваться? Как получать новые коллекции? Ну то есть расскажите нам, в принципе, про это, потому что сейчас... Если об этом можно говорить, у тебя какой-то ехидный взгляд. Конечно, нельзя. Нельзя не потому, что это какая-то там военная тайна, и я там вот сейчас расскажу, играть будет интересно. Потому что все может поменяться, да? Да, совершенно верно. У нас впереди целый кусок работы. Как я рассказал про лутбоксы, которые просто отсохли из игры. И я бы год назад вам никогда об этом не сказал, потому что у всех вокруг были, во всех играх подобных были такие механики. Мы просто не знали, что игроки придут, скажут, убрать. То же самое касалось еще кучи элементов. А на что, например, еще? Как они работают? Что еще не нравилось людям? Стрельбу мы переделывали, ну, на моей памяти, раза четыре. Ну, три-четыре итерации стрельба прошла полной. Обилки постоянно тюнятся, да? Например, мы ввели коллекцию рекрутов. Вот они. Красавчики, да? Коллекцию рекрутов, ну, я имею в виду, меня сейчас на мониторе. Коллекцию рекрутов ввели специально. А как коллекция рекрутов вообще? Рекруты отличаются. Это стартовая коллекция. С нее будут начинать играть все игроки, если не изменится, да? Перед тем, как вы перейдете к другим коллекциям. Коллекция рекрутов уникальна тем, что обладает минимальным, вот буквально несколько боев, и вы ее всю откроете. Это позволяет игроку освоиться, понять, что такое прокачка, что каждый элемент этой прокачки дает, и все такое. Потому что если мы выберем типового оперативника, ну, вот альфовскую поддержку возьмем и посмотрим, у нее, конечно, линия прокачки больше, поэтому рекрутов позволяет просто качественно в игре освоиться. То есть это что-то типа режима обучения? Да. Это стартовая коллекция. Хотя, надо сказать, сейчас вот прям после шестой эльфы мы их нерфим, потому что стартовые ребята оказались реально хороши. А, ну, не показывал я так, как внешний вид всех объектов вооружения. Все, опять же говорю, что... Можно я пытаюсь догадаться? Я просто, опять же, немного поигрывал. Вы, в первую очередь, нерфили штрумовика рекрутовского? Нет, поддержку. Поддержку? Поддержку. Ну, это вот типичный момент, когда мы ошибаемся с балансом. Мы дали ей возможность немножко себя лечить во время прохождения. И что мы получили? Мы получили имбу, конечно. И немедленно нам на это указали ребята и в PvP, и в PvE. И такие моменты еще будут. Именно это называется отладка игры. А самое главное, не забывайте, что такое онлайновые сервисы. Не всегда игроки это осознают. О том, что если 100 тысяч онлайна, то это тысячи запросов в секунду к серверам. Все это должно хорошо работать. Потому что самое плохое, что может быть, по моему продюсерскому мнению, в игре, это когда в нее нельзя поиграть. Ну да, это не очевидно. Могут быть текстуры, можно нарисовать новые. Анимации можно сделать великолепные. Баланс можно поправить. Но если игра не работает, это самое плохое, что... Наверное, стоит похвалить то, что у нас ни разу ничего не скрашилось. Ну почему? У нас Альберта сдавила танком неплохо тоже. Ну это такое. Ну стабильный клиент, это в современных играх редкость на самом-то деле, что игра на стадии еще тестирования выдает тебе стабильный фреймрейт, FPS, да. И не крашится, и... И с гордостью скажу, работает на ноутах. Вообще это был главный прицел, на чем сосредотачиваемся, чтобы это работало на доступном железе. Потому что прекрасно понимаем о том, что те игроки, которые захотят играть в калибр, вовсе не обязательно самые много зарабатывающие игроки. Нет никакой здесь связи. Поэтому стараемся, чтобы это было максимально всем доступно. И с точки зрения ресурсов, которые требуют, и с точки зрения сети, и там все вот эти нюансы. Понимаем, кто наша аудитория. И любим именно ее, не какую-то там абстрактную, а именно ту аудиторию. Не вы танкисты. Не-не-не-не-не, ничего такого я не сказал. Как раз наоборот, вы танкисты. Уходите. Наоборот, приходите. Приходите. Сейчас когда закончился, по идее, должен заканчиваться уже, или закрылся на VG Watch конкурс на 50 ключей. Я надеюсь, что мы все равно найдем. Да, но по сути, и обязательно приходите на Альфу, обязательно ее посмотрите, постреляйте, попробуйте сами. Поймете, сколько потенциала в этой игре, и как в нее можно будет понравиться вам, не понравится. Я рекомендую играть с друзьями. С друзьями просто игра то, что надо. Можно, ну, я же все-таки поиграл, и могу поделиться какими-то ощущениями. С рандомными игроками играть можно. Есть, кстати, звуковой, был, по крайней мере, звуковой. Можно было общаться голосом, очень приятно. Но лучше, конечно, все-таки взять трех своих друзей, сесть вечером. И раскатить. Да, это просто бомбезно, вот прям фантастично. Как и в PvP, конечно, с друзьями играть интереснее, но и в рандом, это такой определенный челлендж. Мы сделали, ну, я там, мы не успевали показать, есть большая роза, мы стараемся подсматривать во всех играх, в которых находим все самое лучшее, это эмоции. То есть, в общем, большое количество способов общения, не только голосовые, для того, чтобы ребята могли разыгрывать целые какие-то внутренние коммуникационные сценки. В общем, все будет. Есть вот это вот там. Если меня не заткнуть, я могу бесконечно про Калибр рассказывать. Ну, на самом деле, у нас как раз уже потихонечку время подходит к концу. Большое спасибо, что принесли игру. Большое спасибо, что разрешили показать уже наконец-то людям. Люди прямо жаждали такой хороший настоящий живой геймплей. Желаем вам удачи. Будем ждать ваших всевозможных тестов. Активно на них записываться, проситься, молиться, стучаться в кабинет и умолять. Тебе это проще. Так вот, умолять и стараться на него пасть и в будущем еще с вами поиграть. И, конечно, ждать релиза. Добро. Спасибо, ребят, что пригласили. Спасибо. Надеюсь, на следующий WG-Fest мы уже будем говорить о релизной версии. Надеюсь, на следующий WG-Fest мы с тобой уже сравним ПВП-статку, друг. Хорошо, хорошо, договорились. Все, добро. Счастливо, большое спасибо, ребят. Пока. Давай. Мы еще вернемся.